Войска дяди Васи. Расплескалась синева, расплескалась. Первые боевые парашютные подразделения появились в Красной Армии в середине 1930-х, еще до Василия Филипповича Маргелова. То, что десантники называют его основателем ВДВ, в первую очередь говорит об их бесконечном уважении к заслугам дяди Васи перед этим самостоятельным родом войск. До 50-х годов 20-го века ВДВ было всего лишь пехотой, десантируемой при необходимости в тыл противника. Задачей десантников было навязывание боя в тылу противника и удерживание форпоста до подхода основных сил. Не имея хорошей экипировки и спецсредств, они были обыкновенным пушечным мясом. С приходом дяди Васи ситуация в корне изменилась. Основные традиции десантников зародились и укрепились в войсках именно при Василии Маргелове. Даже неотъемлемый атрибут каждого десантника, голубой берет, появился в ВДВ с подачи командующего. До этого десантники носили малиновые береты. Чтобы выполнять свою роль в современных операциях, надо чтобы наши соединения и части были высокоманевренными, укрытыми броней, обладали достаточной огневой эффективностью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое время суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления. Вот по большому счету идеал, к которому мы должны стремиться. Именно так Василий Маргелов определял задачи ВДВ. Свои возможности и способность молниеносно и эффективно действовать ВДВ проявили уже в 1956 в ходе венгерского восстания. Воздушно-десантные войска всегда были элитой отечественной армии. И это не случайно, десантники выполняют сложнейшие боевые задачи, они только умеют прыгать с парашютом. Более того, со времен основания ВДВ СССР как таковых аналогов этому роду войск так и не появилось, а подобные подразделения за рубежом не настолько знамениты. История советских воздушно-десантных войск началась в 1930 году в виде авиамотодесантного отряда, после чего он постепенно стал разрастаться. В перечень задач этих солдат входит охват противника, выполнение задач во вражеском тылу с целью нарушения управления войсками, захват и уничтожение наземного высокоточного оружия, срыв выдвижения и развертывания резервов противника, нарушение работы тыла и логистики, а также оборона отдельных направлений, блокирование и уничтожение воздушных десантов. Однако довольно часто их задания называют едва ли не самоубийственными. Самое поразительное, что это мнение транслировалось, прежде всего, командующим ВДВ Василием Маргеловым, который на официальном уровне заявлял, что десантник должен продержаться 15 минут в бою. Тем более, что ВДВ фактически также подходит под определение сил быстрого реагирования. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Высокая сложность выполняемых десантом задач только давала толчок к тому, чтобы армия максимально подготавливала будущие места десантирования за счет снижения рисков. Например, предусматривалась предварительная защита от средств ПВО противника. Для этого осуществлялось отстреливание ложных целей, а также радиоэлектронная борьба с постановкой помех. Учитывая наличие в военной доктрине закрепленной за десантом задачи захватывать и удерживать плацдармы до подхода основных сил, в советских ВДВ была введена практика десантирования больших воинских массивов, которые включают артиллерию и бронетехнику. Отдельно в списке задач стоят диверсионные операции. Десантники чаще всего захватывают узловые точки в ближнем тылу противника, уничтожают штабы, нарушают логистику и снабжение, все эти действия призваны максимально облегчить наступление основных сил. Некоторые изменения в перечне полномочий советских воздушно-десантных войск появились в результате войны в Афганистане. Например, теперь десантникам могли поставить задачу по подавлению локальных точек сопротивления, охране транспортных магистралей и трубопроводов, и даже ликвидации одиночных караванов с оружием и другим нелегальным грузом. Позднее аналогичные задачи выполнялись уже российскими десантниками в годы обеих чеченских войн. На сегодняшний день воздушно-десантные войска рассматриваются в качестве элитных мотострелковых частей, с высоким уровнем мобильности и боеготовности, а бойцы – образцом дисциплинированности и мотивированности. Подразделения ВДВ чаще всего используют в локальных конфликтах, и уже реже – в традиционных армейских операциях. Интересно, что десант, который существует и в других странах, по функции аналог значительно отличается от российского и советского. В Великобритании существует отдельный парашютный полк, включающий четыре батальона. Он представляет собой единственное воинское подразделение линейной пехоты британской армии, который никогда не объединялся с другим формированием после окончания Второй мировой войны, а их задачи несколько уже по направленности, нежели у отечественных солдат. Французский иностранный легион также называет парашютистов своей элитой, используют их в разведывательной и диверсионной деятельности, а также когда нужно захватить и удержать плацдармы, в рамках контртеррористических и полицейских операций. То есть, задачи выполняются также достаточно важные, но круг таких задач гораздо уже чем у ставших уже легендарными войсках дяди Вася.